Следующий слайд, я хочу вам показать перечень продукции компании Эйджел, потому что продукт, все больше и больше компания выпускает новиночек, продукт действительно не имеет аналогов. Эгза, антиоксиданты, которые есть у нас с вами. И эти антиоксиданты нужны каждый день, каждому человеку, кто дышит. Что такое антиоксиданты? Это специально заряженные частички, которые ликвидируют свободные радикалы. Знаете, если вы видели, как работает магнит, он притягивает к себе всё железо. Вот также свободный радикал, он притягивается моментально к клеточке. И когда этот Эгза попадает к нам в дом, например, муж привозит там коробочки с офиса, вы знаете, дети его просто едят как лакомство. Это правда очень вкусный продукт. И вот здесь нужно понимать, потому что многие думают, вот, раз вкусно, значит, там много сахара. Там есть фруктоза, там есть облепиха, гранат, виноград, клюква, черника, смородина, алоэ вера, ягоды асаи, мангустин. Это вообще сами по себе вкусные ягоды и фрукты. И вот если в первые пару дней у вас болит голова, если вы видите какие-то изменения в желудочно-кишечном тракте, то есть расстройство, или побаливают на 7-10 день почки немножко, не удивляйтесь, организм проводит генеральную уборку на клеточном уровне. Поверьте, это дорогого стоит, потому что убрать изменённое ДНК в клетке может только сам организм, ликвидировав эту клетку. Потому что когда свободный радикал добирается до ДНК, формируется мутация. И вот эта мутированная клетка, когда начинает делиться, она склонна образовывать всевозможные кисты, полипы, которые потом перерождаются в онкологию. Экза является мощнейшей профилактикой онкологии, мощнейшей. Я не говорю о том, что восстанавливается зрение, кожа, волосы. Экза великолепно влияет на желудочно-кишечный тракт, на работу ферментов, очищает от глистов, паразитов, дрожжей. Это само по себе уже мультивитаминное такое средство. И даже те люди, кто просто будут кушать экза всю жизнь, даже они уже будут очень отличаться внешне через 20 лет от своих сверстников. Потому что сверстники будут, конечно, стареть, а экза способствует омоложению. И вот 40-летняя женщина будет выглядеть через 20 лет применения экза даже, возможно, моложе, чем на 40 лет. И я это говорю со всей ответственностью. Я, например, пользуюсь продукцией 4 года. У меня ушли те морщинки в 35, которые были в 30. Поэтому экза рекомендую. Юмия, Бурая водоросль, профилактика онкологии. Вы знаете, когда мне люди говорят, «Вот, 3 доллара в день, это так дорого!» Мне просто искренне жаль этих людей. И мне сразу хочется улыбнуться, потому что я вспоминаю, как говорит мой друг-таксист. Он говорит, «Вы знаете, это не продукт дорогой, это просто вы мало зарабатываете. И то, что продукт является мощнейшей профилактикой, это в первую очередь просто для нас с вами большой подарок, потому что впервые можно ликвидировать 95% онкоклеток у нас внутри. И вот Юмия — это фукоидан, вытяжка Бурой водорослей, 2000 научных статей в библиотеке США. Три дня ежедневного применения Юмии, и через три дня в вашем организме на 95% меньше делящихся онкоклеток. И могу вам сказать, что те люди, кто думают, вот онкология, я не заболею, это очень правильный настрой. Но вы должны знать, требово оценивать, что онкоклетки у каждого из нас появляются ежедневно, и у каждого из нас они погибают тоже ежедневно. Называется апоптос — самоуничтожение клеточки, онкоклеточки. Если организм здоров, если же организм не здоров, то эти онкоклетки очень быстро размножаются. Я, например, категорически против химиотерапии, радиолучей, биопсии всевозможных, потому что таким образом только усугубляется ситуация, только ещё больше угнетает иммунитет и ещё быстрее развивается проблема. По поводу головных болей. Вы знаете, Виктор, в первую очередь нужно начать пить воду, и великолепно работает ГРИН, это очищение и детоксикация организма. Также ЭКЗО, можно антиоксиданты, микроциркуляция будут очень хорошие. ЙОМИ очень хорошо, МИН хорошо, В принципе, ГЛО тоже комплекс, разработан для кожи, но там антиоксидантов очень много. ГЛО — это комплекс, который чистит почки, печень, кишечник, строит паренхиму всех органов, улучшает работу нервной системы, питает её и восстанавливает, и таким образом также насыщает коллаген и эластин влагой. Коллаген и эластин — это не только то, что убирает морщинки, это также соединительная ткань, из которой строятся хрящи. Поэтому человек, который ест ГЛО, он зрение себе улучшает, он и опорно-двигательный аппарат восстанавливает. Можно ли комбинировать? Конечно, можно. Можно, потому что все продукты взаимодополняемы. Они все очень легко и быстро помогают справиться с проблемкой. По поводу псориаза, вы знаете, что вам хочу сказать? А, ещё по поводу головных болей вернёмся. Флекс великолепно работает с головными болями. Флекс, он вообще, он противовоспалительный, он обезболивающий. После стоматолога обязательно подержите немножечко флэкса во рту в течение дня. Или Юми, или Эгза. После, если не дай Бог, какие-то ожоги там, например, тоже флэкс великолепно. По поводу харта с головной боли работает и великолепно. Ом тоже работает. Омега работает, даже ФИТ снимает головную боль. Потом СИ может убрать головную боль. СИ — это комплекс для восстановления зрения и мелких сосудов и капилляров. Головная боль — это проблема с микроциркуляцией. Если там есть какие-то посттравматические гематомы, то это лучше, конечно, лучше всего Омега. Лучше всего. Теперь по псориазу. Вы знаете, псориаз — это проблема и нервной системы, и печени в целом. Это не просто заболевание кожи. Как показала практика, есть несколько наборов. Полгода нужно принимать как минимум. Первый набор. Просто элементарно. Эгза, мин, юми, грин. Вот набор здоровья. Эгза, мин, юми, три верхних. И грин. Очищение и детоксикация. Второй набор. Кстати, работает безотказно. Сто процентно работает. Второй набор. Гло и грин. Просто вот два продукта тоже полгода. Третий набор. Это Омега. Рыбий жир. И мин, витаминные минералы. И также рекомендую или гло, или грин, или можно чередовать. И вот если полгода человек принимает, там кожа очищается очень мощно. Также вода нужна в большом количестве. Очистку нужно сделать. И потом, через полгода, можно просто уже кушать, правильно питаться, дополнять вот рацион любым из желаемых продуктов. И уже псориаз рецидивировать не будет. По поводу, какие продукты можно принимать для восстановления зрения и для того, чтобы убрать по вечерам боли в глазах. Жора Евгения, не знаю, как вам обращаться. Очень хорошо. Экза. И Си. Любой из продуктов уже будет великолепно. Если сочетать хотите, то можете туда добавить Омегу или Мин. Вообще лучше всего для зрения. Давайте я вам перечислю, что хорошо для зрения. Экза. Великолепно. Там работает черника, очень много антиоксидантов, микроциркуляция восстанавливается. Мин. Строительный материал просто необходим для сетчатки, желтого пятна, просто необходим для глазного дна и для хрусталика глаза. Флекс. Для хрусталика номер один, потому что проблема у многих хрусталиков высыхает, подсыхает немножко. И вот флекс помогает его восстановить, регенерировать. Хрусталик глаза – это соединительная ткань. Не только суставы, не только хрящи, не только клапан сердца на флексе восстанавливается. А также хрусталики. Теперь для зрения очень полезно. Гло. Там есть лицетин и лютеин. Для зрения это очень нужные компоненты. Плюс гло. Витамин А, витамин Е для зрения тоже нужны. Для зрения также есть комплекс Си. Вот сейчас покажу вам Си, вот как он выглядит, где морковка, черника. Очень полезно. Омега-3 для зрения просто необходим. Про. Аминокислоты тоже восстанавливают мышцы глаза, восстанавливают сосуды. Очень хорошо. Про. Протеин. Аминокислоты влияют на качество сосудов. Поэтому для зрения вы можете чередовать, можете 2-3 продукта комбинировать, любые. И УМИ сам по себе, регенерация с головы клеток тоже очень полезна. Поэтому такой чёткой формулы я не даю. Вы начинайте при неменять, и вот 2-3 продукта сочетайте, и пейте полгода, вы увидите разницу. При ревматоидном артрите, по минимуму, обязательно нужно обратить внимание, что это заболевания, нуждающиеся в большом количестве антиоксидантов. Это Экза, Гло, Грин, Си, Харт. Очень много можно применять, но начните хотя бы с Экза, Мин, или набор здоровья Экза, Мин, Юми. Очень хорошо будет. Но основную ключевую роль будет играть Экза и Мин. Флекс при ревматоидном артрите не сразу показывают. Подготовьте 2-3 месяца сустава, а потом уже начинайте флекс ревмин. При парадонтозе, флекс Си или экзамин Юми, как долго при ревматоидном артрите. Вообще рекомендую пить продукт как минимум 6 месяцев, тогда вы не только получите хороший результат, а еще закрепите. А в целом мы кушаем на регулярной основе. Мы какие-то свои вопросы решили. Я, например, имела раньше 3-4 ангины в год. У меня тоже из-за этих ангин определенная недостаточность клапана уже сформировалась. У меня часто болело сердце, я была на учете. Мне не разрешали рожать. Как видите, 5 детей родила, и 5-ю малышку вообще родила без единой таблетки. Отходила беременность, никаких намеков не было даже на угрозу срыва. И путешествовали мы, и с детками играли без ограничений. Вот. Так, начало Паркинсона. Что нужно обратить внимание? Обязательно нужно омегу. Просто необходимо. Мин, витамины, минералы. И Юми. Вот это 3 таких основных продукта, которые я бы рекомендовала. Какие продукты порекомендовать при лейкемии? Вы знаете, это заболевание, конечно, очень пугает людей. Хотя, вы знаете, не стоит так сильно пугаться. Достаточно начать работать правильно с костным мозгом, то есть Юми в больших количествах. 3-4 пакетика в день. Экза просто необходим. Мин, омега. Вот добейтесь того, чтобы было в день 6-7 продуктов, как минимум. Основной акцент на Юми. Кукаидан, он просто показан для кровотворной системы. И, вы знаете, даже после месяца приёма уже будет разница. Обязательно продолжить. Как минимум 5 лет. Теперь эндометриозная киста на яичнике. Наталья, рекомендую, конечно, наблюдаться у врача с таким диагнозом. Но, как показала практика, Юми, Экза, Гло, Грин. 4 продукта, и человек имеет все шансы, чтобы избавиться от этого неудобного заболевания. Плюс эндометриоз, он вообще уходит на Экза очень быстро. Как минимум нужно пить месяца 4-6, как минимум. Теперь по поводу женщины гемангиома. Вы знаете, всё, что касается гемангиом, проблем на коже, проблем сосудистого характера, всевозможных новообразований, это, конечно же, Юми в первую очередь. В данном случае будет очень хорошо Омега. И также можно подключать Экза, антиоксиданты тоже в большом спектре. Вот, теперь женщине 65 лет киста в носовой пазухе, 15 мм. Ну, понятно, гипофункция щитовидной железы. Вы знаете, киста – это же результат, это следствие. Поэтому для того, чтобы результата не было, нужно убрать причину. Причиной вот всевозможных новообразований есть несколько факторов. Могут быть паразиты, также может быть кандидоз, могут быть травмы. Что нужно делать? Обязательно наносить местно Юми или Экза. И вот, что еще, ну, внутрь принимать однозначно. В кистах я лично, в моей практике очень много у людей, вот, уходило на Экза Юми Гло, Экза Юми Грин. То есть можно Экза Юми основные взять, плюс местные обязательно наносить в саму носовую пазуху, и все остальное уже просто допивать. И, как показала практика, продукт работает еще сильнее, если пакетик не выпивать сразу залпом, а пить его в течение пяти минут, вот наслаждаясь просто этим вкусом. Теперь у мамы вечером болят ступни, а также по утрам больно ступать на ноги. Вы знаете, Жора, нужно обязательно ей восстановить микроциркуляцию. Уверена, что это проблема сосудов. Уверена, что и отечность тоже бывает. Харт, он очень хорошо будет работать как мочегонное средство, а также как комплекс для восстановления сосудов. Как правило, обычно харта или Экза уже достаточно, чтобы убрать эту боль. Но убрав просто боль, вы не решите полностью проблему. Нужно пропить харт или Экза, или можно чередуя харт, Экза, потом харт, Омега, Омега, Экза. Вот Юми обязательно хотя бы несколько коробочек в год пробивать. И вот чередуя продукты, принимая вот такие комплексы, которые очень хорошо помогают восстановить сосуды, можно не только убрать причину, но и следствие. Восстановить клапаны венозные, восстановить ткани, убрать отечность, восстановить почки. И тогда боль как таковая уйдёт. Елена Ермакова спрашивает, мальчику 7 лет отправлять в стационар, чем его поддержать? Усторонний гайморит. Вы знаете, с гайморитом не шутят, пускай уже будет стационарное лечение, но обязательно, так как там будет очень много антибиотиков, обязательно поддержать желудочно-кишечный тракт при помощи Экза, Юми Грин, обязательно. Плюс великолепно можно разводить Экза или Юми немножечко водичкой и закапывать в нос непосредственно. Ну и плюс пройти курс лечения, но чтобы уже не было рецидивов, укреплять иммунитет ребёнка. Обязательно. Так, теперь, что порекомендовать при Роза ЦА. Вы знаете, Елена, я рекомендую вам Юми, Юми в большом количестве. Длительно наблюдать. Конечно, результаты будут и довольно-таки быстро, но продолжится, как минимум, 6 месяцев. Так, постоянно краснеют сосуды или капилляры. А, кстати, при Роза ЦА очень хорошо ещё омегамин. Потом, постоянно краснеют сосуды или капилляры в глазах. Татьяна, во-первых, нужно научиться отдыхать. Нужно научиться беречь свои глаза. Ведь когда мы сидим возле компьютера, уже изучено, офтальмологи об этом говорят, нужно, когда мы сидим возле компьютера, человек моргает намного меньше раз. Когда мы смотрим телевизор, точно так же человек моргает меньше раз, причём в десятки раз меньше, чем когда мы читаем или что-то где-то смотрим, двигаемся. Поэтому очень сильно пересыхает слизистая глаза. Великолепно работает в этом плане Экзо, великолепно работает Си, Мин. То есть любой продукт, который вы будете принимать, любой повлияет на сосуды. Но лучше всего, конечно, Омега и Си. Если в вашей стране нет Си, то Омега и Экзо. Вот. Так, ответила на все вопросы и как-то так быстрее даже справилась, чем они появились. Хочу вам просто объяснить, что данные комплексы, они работают действительно комплексно. Потому что вот если взять любой продукт, он не может просто идти или там в глаза, или в суставы. Оказавшись в крови, вот эти все ягодки, фрукты, они на клеточном уровне идут везде, в каждый орган. Если вы, например, начали принимать продукт, и, например, вот был сегодня у меня звонок. Я вот начал пить фит и грин и не похудел. Фит у нас есть для похудания. Сейчас, Владимир, отвечу на ваш вопрос. Фит и грин начал пить и не похудел. Что ж такое? Я же тут взял целый набор. Вы знаете, этот набор, он не пройдет бесследно в организме человека. Значит, были вопросы нужнее, были вопросы важнее. Ведь фит, он восстанавливает обмен веществ. И иногда человек просто перестает поправляться. Это уже достижение. Плюс, что я рекомендую? Обязательно продолжить принимать продукты. Потому что, например, что такое похудение, что такое подправился человек, что такое ожирение. Ожирение — это, знаете, вот как маховик. Раскрутился этот маховик, пошло уже по накатанной схеме. Человек, да, гормональный, допустим, был сбой, обмена веществ. Человек начал кушать больше. Откладывается больше, а каждый килограмм веса — это новых 2 километра сосудов. Это же всё нужно построить. Плюс это нужно напитать новые ткани. Поэтому кушать хочется ещё больше. А когда человек ест ещё больше, пища в основном какая у нас сейчас? Калорийная, малополебная, пустая, балластная. И вот человек ест ещё больше, поправляется ещё больше. И вот когда начинает работать ФИТ, он определённое время тратится на то, чтобы вот этот маховик остановить, а потом только запустить его вспять. Запустить это сжигание жира, запустить правильный обмен веществ. И ФИТ, он очень хорошо чистит лимфу. Поэтому, например, все, кто пропили ФИТ, Грин, поверьте, ни один пакетик не пройдёт просто там, бесследно. И по поводу Грина, это продукт, который в себе не содержит микрофоры. Он внутри стерилен, как и каждый продукт Эйджел. Но попадая в наш с вами кишечник, он начинает восстанавливать правильную микрофлору кишечника, являясь мощнейшим пробиотиком. Поэтому, если кто-то годами, десятилетиями ел мезин, фестал и, допустим, активированный уголь или какие-то лактобито-бактерии, вы искусственно просто даёте микрофлору или даёте ферменты, но при этом ваши органы не умеют и всё больше и больше ленятся их вырабатывать. А Грин, он запускает очистку, он начинает запускать наши же органы, они выпускают сами, вырабатывают больше ферментов, кишечник начинает очищаться, и вот гнилостная микрофлора сама по себе уходит. Вот эти все подростковые прыщи, проблемы у Гри, это всё ликвидируется при помощи Грина и Омеги, например. По поводу катаракты, Си и Флекс. Си и Флекс — это лучшее просто в этом плане. Можно ещё Юми туда добавить, Мин можно добавить. Теперь, что касается, как поздно можно применять продукт. Вы имеете в виду время суток? Вы знаете, я иногда вот пять детей, иногда ложусь спать в 12 часов ночи, могу пол первого, и если вспоминаю, что я сегодня что-то там не выпила, я просто беру пакетик, лежу в постели, уже наслаждаюсь вкусом, перед сном просто допиваю его. Вот. Теперь онкология Куми, 3-4 пакетика в день, что лучше, Эгза или GSI? Я лично рекомендую Эгза. Он работает мягче, он работает нежнее, GSI можно, но как минимум на 5-6 месяц где-то применять. Или можно его из первого дня, но делите пакетик GSI на 4 дня. То есть вообще-вообще по пол чайной ложечки. Потому что он настолько глубоко чистит печень, тут организм и так напряжён, онкология, есть что убирать. А ещё если будем высвобождать весь мусор из печени сразу, поверьте, организму это не понравится, может быть отёчность, может быть в первое время очень большой дискомфорт. Поэтому GSI я всех готовлю. и GSI ему равных нет. То есть обязательно его нужно время от времени принимать. Но то, что он очень мощно чистит и может даже провоцировать какое-то недомогание, и если организм не готов, если сосуды не готовы, если лимфа не готова, кожа не готова, почки не готовы, печень тоже, то GSI лучше не принимать вначале. К нему нужно подготовиться. Итак, по поводу Витилиго. Вы знаете, с Витилиго есть великолепные наработки. Конкретно Рэнди Гейдж, он смог эти наработки на себе показать. У него была Витилиго, 80% тела пострадало. И сейчас остались только кисти рук. Он 7 лет ест УМИ по 8 пакетиков в день. У нас тоже уже есть люди, но однозначно вопрос по Витилиго длительный. То есть это нужно работать долго. ЮМИ как минимум лет 5 или 6. И поверьте, при этом будет и профилактика онкологии, и будет здоровый иммунитет, и будет нормальный аллергический фон. Поэтому я вам просто рекомендую, я просто настаиваю на том, занимайтесь профилактикой. Смотрите, что вы кушаете. Не экономьте денег на еде, потому что скупой платит дважды. Самая даже дорогая профилактика дешевле самого дешевого лечения. Буквально неделю назад у меня был такой вот разговор. Девушка из Николаева. У меня есть хорошая, очень знакомая. У неё киста головного мозга. И вот она этот продукт начала применять 2 года назад для своего сына. Он был с постоянным ацетоном в организме. И она начала применять ГРИН. И один месяц он пропил ГРИН. И в результате 2 года к ацетону они не возвращались. Причём с 4 плюсов вывели его в ноль практически за сутки при помощи всего 2 продуктов ГРИН и ЭКЗО. 2 пакетика всего ребёнок выпил. Педиатр был просто в восторге. Она не верила тому, о чём она слышала. И вот эта девушка из Николаева через 2 года пишет мне в Одноклассниках, что у меня опухоль в голове 63 мм. Я понимаю, что операции не избежать. Но что можно применить из продукта, чтобы лечение прошло легче? Вы знаете, у меня тогда уже был один случай, когда мы убрали двухмесячной малышке опухоль без каких-либо медикаментов. при помощи просто ЮМИ. За 2 месяца полностью исчезла киста и операции не было. Опять же, я не призываю вас лечиться. Нет, друзья мои. Занимайтесь профилактикой. Если есть какой-то диагноз, вы просто можете что сделать? 2-3 недели в месяц принимаете продукт как альтернатива лечению. Спросите, чтобы вам кто-то помог подобрать комплекс. И вот смотрите, следите за собой. Вот так же мы поступили в случае вот этой девушки из города Николаев. 10 дней у нас было до операции. За эти 10 дней она выпила, каждый день пила по 6-7 пакетиков ЮМИ и 2-3 пакетика Экза. И перед операцией она сделала повторно сканирование головного мозга по моей просьбе. И сканирование показало, что опухоль уменьшилась на 12 миллиметров, больше сантиметра. лечащий врач увидел подобную динамику, он просто ахнул, он не видел такого никогда за свою практику. И вот при помощи вот такого 10-дневного эксперимента мы поняли, что можно идти альтернативно. И вот она, эта девушка, продолжает пить продукт уже 6 месяцев. От её опухоли осталось 2 сантиметра. Сейчас она пьёт продукт, конечно, не по 10 пакетиков в день, 3-4 пакетика в день, исходя просто из финансового положения, но однозначно могу вам сказать, ни одной таблетки, ни одного гормона не было выпито. Более того, она сбросила вес, она разобралась со своей депрессией, она очень похорошела и сейчас всем рассказывает о своих результатах. И вот проконсультировала, она, ну как проконсультировала, рассказала одной девушке, у той девушки была киста всего 2 сантиметра в мозгу, определили её чисто случайно, просто были головные боли. Вот эта женщина получила информацию о продукте компании Эйдл, и её родители запретили. Вот женщине 30 лет, родители 50-летние примерно, запретили идти вот таким вот путём. Отвезли её в тационар, 17 тысяч долларов за 2 месяца было потрачено, и в результате 26 января женщину похоронили. То есть она была в хорошем рабочем состоянии, просто были головные боли. За 2 месяца человека не стало. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, о чём я рассказываю. Профилактика продукции компании Эйдл – это очень высокая степень вашей защиты. По поводу вопросов, которые появились в чате, камни в жёлчном. Реально у нас есть много результатов, когда ликвидировались камушки. Во-первых, Юми и Харт. Можно даже по полпакетика Юми, полпакетика Харта, но каждый день. Много водички должно быть, вода должна быть с лимоном. То есть на литр воды – столовая ложка лимонного сока. Очень хорошо с камушками в жёлчном работает Грин, Бло. Но такие вот продукты не сразу. На месяц уже третий, четвёртый применять. И можете делать УЗИ. Раз в 3 месяца можете делать УЗИ. Первое время, запомнили, Юми и Харт. Кто-то скажет, вот, Харт – это же для сердца, сосудов, это же против холестерина. Вы знаете, что такое камни в жёлчном? Это как раз вот те трансжиры, которые образовываются в жёлчном в результате застоя жёлчи или перегиба жёлчного. Так вот Юми, он даже с паечки на жёлчном убирает, и вот этот изгиб, он уходит. Поэтому пробуйте обязательно. Какие продукты могут, кстати, спровоцировать продвижение камня? Могу им сказать, GSI может спровоцировать продвижение камня, поэтому я не рекомендую с жёлчекаменной болезнью GSI. И также, если сразу Грин спить, тоже Грин может спровоцировать. Грин и Гло сразу могут спровоцировать продвижение камней. Поэтому нам нужно их размылить. Поступаем поэтапно. Первое время Уми, можно даже Экзо, Харт. На третий-четвёртый месяц подключаем Гло после еды. Грин дробно там полпакетика утром, полпакетика вечером. И с Божьей помощью продолжаем пить водичку, и всё будет хорошо. Обычно 3-6 месяцев достаточно, чтобы камни ушли. В почках камня сейчас воспаление. Что пропить? На сегодня в больнице только обезболивают. И снимают воспаление. Чистоволей случая было отслежено, что ФИД и Харт великолепно убирают воспалительный процесс в почках. Харт способствует облегчению ситуации в плане сосудов, снимает напряжение. А ФИД — это не просто похудение, это выработка сиротонина, гормона счастья. И вот этот ФИД, он показал себя как сильнейшее безопасное обезболивание. Вот много, много очень раз мы его применяли как обезболивание. Вот. И, конечно, пейте водичку, обязательно её можно подкислить лимончиком или яблочным уксусом. Очень хорошо умеет тоже в этом случае в плане вот человек, да, в больнице. Мин тоже очень хорошо. Мин, кстати, способствует размыливанию камней. Вот. Дальше. Гипотириоз. Гипотириоз. Частая ситуация с гипотириозом. Мы все на 70, на 80% населения России и Украины имеют дефицит витамина щитовидной железы. Господи, заработалось уже. Йода. И именно поэтому гипотириоз часто возникает. Нужно обязательно умеем очень хорошо, антиоксиданты в этом случае, экзохард. Вообще набор здоровья. Экзо-минюми будет очень хорошо. Грин тоже хорошо работает, великолепно работает с щитовидкой. Даже если есть узелочки в груди, в щитовидке, бывают вот кистообразные образования. Гло показал себя с наилучшей стороны в плане вот этих всех образований и узелков. И обязательно пить водичку. И по поводу воды, только не холодную и не залпом. Хорошо? Вода должна быть комнатной температуры. И она должна быть в рационе вашими мелкими порциями в течение дня постепенно. И между приемом еды. Не запивайте водой еду, пожалуйста. Вот. По поводу... Так, есть еще какие-то уменьшения слуха. Майя, вы знаете, есть много причин, почему это происходит. Но если это проблема иннервации уха, то это обязательно омедомин. Если это проблема какие-то спаечки, какие-то уже кистосные или фиброзные образования, могут быть тоже это уми, флекс, очень хорошо. То есть вы поочередуйте. Первый месяц, например, экзамен уми, второй месяц, пускай будет омега, флекс. Очень многое будет для вас всего полезного. Итак, у меня осталось 10 минут. Через 10 минут у нас будет прямой эфир с Турином, Италией. Поэтому давайте 10 минут очень плотно поговорим. По поводу вот тяжело дышать после операции на носу, я так поняла, делали дырки, холослизистые. Вы знаете, Андрей, обязательно примените УМИ, обязательно примените Экза. Отечность уходит очень хорошо, особенно посттравматическая отечность уходит благодаря флексу. Омега здесь тоже может быть очень показано. Экзамен уми, флекс, омега, пожалуйста. Харк, то есть применяйте и послеоперационные периоды можно 3, 4, 5 пакетиков УМИ каждый день. Так, миома. С миомой работает экзоумигло. Можно, Андрей, и закапывать внутрь тоже. Особенно можно капать, разводить немножечко водичкой экза. Можно закапывать внутрь грин. Можно разводить водичкой, закапывать УМИ. Сколько времени, ну, сколько потребует ситуация. 2-3 раза в день не поможете закапывать. УМИ, конечно, можно на ночь. Не вижу противопоказаний для УМИ вообще. Вот не на день, не на ночь. Так, сейчас. Продукты, знаете, вот кто-то боится там, что очень там ОМ, как энергетик, будет бодрить. Вы знаете, для нервной системы ОМ, если его пить перед сном, будет работать наоборот, будет помогать давать крепкий сон. Если после ОМа захотелось спать, поспите. Вы выспитесь в 3 раза быстрее. Чем печень почистите? Полностью обновить, восстановить. Для восстановления печени нужно 5-7 лет. Полного. 5-7 лет. Что нужно? Обязательно ОМИ на регулярной основе. Можно даже потом, попозже, через несколько лет пить половиночками или там через день. Обязательно ЭКЗО. ЭКЗО черноплодная рябина для печени очень хороша. Для печени великолепно работает МИН, это строительный материал. ГРИН великолепно работает. ГЛО тоже. Омега. То есть можно или просто набор здоровья на регулярной основе. Вот просто на регулярной основе. И, допустим, 2 раза в год себе брать ГРИН, 2 раза в год брать себе ГЛО. То есть делить, да, вот один раз весной, второй раз осенью, например. Один раз летом, второй раз зимой, ну там ГРИН или ГЛО. И точно так же можно брать себе ОМЕГУ, но пить там, допустим, вторник и четверг, рыбные дни устраивать себе. Да, по пакетику в день, Андрей, по пакетику в день. Потом, попозже, через года 3-4, когда уже печень регенерируется, ой, извините, процентов на 60-70, уже можно половиночками. Но, в принципе, если вы выбрали себе путь оздоровления, приходите на целые пакетики и длительно пользуйтесь ими. По поводу тяжелейшего отита, набор здоровья, обязательно Экзо, Мин, ГУМИ. Добавьте ГРИН, ОМЕГУ и ФЛЕКС. Раз уже тяжелейший отит. По поводу диареи, ГРИН, Экзо, ЮМИ – самое лучшее в этом плане. Самое лучшее. Я хочу, чтобы вы увидели, как быстро будет работать ваш организм. 30 минут, и кровь циркулирует уже так, как после сауны, как после хорошей физической нагрузки. У беременных уходит угроза срыва после МИНА. Также активизируется иммунная система у часто болеющих людей. Вот до и после. Уходит простейшие паразиты, вызывающие онкологию. ГРИН великолепно в этом плане помог одному человеку. Два года назад я его с четвертой степенью консультировала. И вот два года вижу, как он каждый месяц приходит за коробочкой какого-то продукта. Вот как выглядит здоровая кровь. Вот как работает ГРИН во время отравления, во время той же диареи, когда обезбоживание. ГРИН моментально просто, моментально работает. Только есть люди, у которых после ГРИНа запоры. Хочу вам сразу сказать, это значит, у этих людей большие проблемы с кишечником. Нужно пить больше воды обязательно и добавить экзо, чтобы ферменты в большем количестве вырабатывались. Потом моментально работает продукт. Вот если человек не может дышать, там, например, бронхиальная артма, бронхоспазм, очень нужно применять ЮМИ, очень хорошо ХАРД. Экзо в данном случае тоже поработал великолепно. Женщина начала дышать прямо во время диагностики. И она была просто в восторге от того, как она начала себя чувствовать. После витаминов и минералов, после ФЛЕКСа, после ХАРДа, после ГРИНа, после Экзо, после ЮМИ уходят паразиты. И причём уходят такие, от которых медикаментально избавиться невозможно. После ГРИНа я освидела, что не только холестерин растворяется в плазме. Да, вот плазма другого состояния, и она способна растворить холестерин. Мало того, иммунные клетки, вот вы видите по центру, как иммунная клеточка поглощает остатки холестерина. То есть она поможет избавиться от этих неправильных включений в крови. И вот здоровая кровь — это то, что показывает, что человек идёт в правильном направлении. И чем здоровее кровь у вас будет каждый день, тем правильнее будут работать все ваши органы и системы. Поэтому вот эти кристаллики мочевой кислоты, которые есть даже у детей, они уходят. Они правда уходят. И вот мало того, что у ребёнка в 10 месяцев была гипоксия, он плохо кушал, плохо спал, он медленно развивался, он страдал плохим аппетитом. Так вот, мама давала за 21 день, мама дала вот за 3 недели всего 5 пакетов уми и 5 пакетов мина. Она делила дробно это всё, давала практически капельно. И ребёнок реагировал молниеносно. Мама сказала, что на пятый день уже ребёнок начал нормально спать, он начал хорошо кушать. И он пошёл за эти 21 день, у него был просто прыжок в развитии. По поводу гастритов и всех проблем с желудочно-кишечным, гастриты, язвы, колитцы всевозможные. Это уми и грин – самые лучшие продукты в этом плане. Уми и грин длительно. Можете добавить экзо и грин. Потом для восстановления после операции удалили гланды. Вообще послеоперационный период – экзамин, уми и также грин. Грин должен убрать все последствия наркозов и обезболивающих средств. Я вам хочу показать, почему детки болеют. Потому что мамы, вот это так выглядит грудное молоко под микроскопом, Мамы, они кормят детей своими болезнями. Они, даже если ребёночек в утробе вырос правильно, сформировался правильно, то во время лактации мама очень часто с молоком передаёт все те болезни, которые имеет сама. Поэтому у тех женщин, которые пользуются продуктом, молочко намного лучше. Качество просто невероятное. Дети не болеют реально. И суставы правильно формируют зрение. И не надо даже никаких витаминов Д, особенно аптечной формы. Я хочу, чтобы вы увидели, как работает флекс. Моментально, просто два месяца, и остеопороз у женщины вот-вот должен был быть перелом шейки бедра. Эта женщина хромала, она ходила с двумя палочками, она не могла сидеть. У неё был жутчайший просто коксартроз. В третьей, четвёртой степени. И вот после двух месяцев применения флекса, её косточки, они восстановились. Мало того, она смогла сидеть, она уже ходит с одной палочкой. Это конкретные факты. По поводу нехватки грудного молока, могу сказать, грин, протеин, вот любой продукт работает очень хорошо. Наоборот, потом изобилие грудного молока будет. По поводу стенокардии, хард, мин, омега, самое лучшее в этом плане. И можно применять пожизненно. Даже вот у нас, папа моего супруга, он после двух инфарктов, он ест хард уже 4 года. И вот месяц назад мы его обследовали, и специалисты сказали, что за 4 года настолько миокард восстановился, что ещё 3 года в таком же ритме и даже рубца не останется на сердце. Я хочу, чтобы вы увидели, как восстанавливается аура, биополе человека благодаря уме. Поймите, что мы с вами, мы люди, биологические существа, нам нужно всё природное, натуральное, безопасное. По поводу того, что нужно ежедневно, экзамин, уме. Вы можете чередовать, вы можете 2 раза в неделю пить грин, можете 2 раза в неделю пить омегу, можете протеин, можете это, конечно, и ежедневно. Вот. Но поймите, что при необходимости, если возникла какая-то проблемка, проблема со спиной, опорно-двигательным аппаратом, не бегите за этими таблетками, за этой синтетикой, за тем, что реально не работает и с подделками. Берите флекс, проблема со зрением, берите си, проблема с похудением, лишний вес, БРН, ФИТ, ГРИН, проблема с печенью, хотите восстановить свой биологический возраст, берите ГСАИЧ. Если проблема с количеством энергии, берите ВОЛЬ. Если какие-то кожные заболевания, обратите внимание на ГЛО. По поводу депрессии, Владимир, экзамин, уме, сделать чудеса. Что такое депрессия? Это просто дефицит витаминов группы В. В основном, в любом продукте они есть, или даже если их нет, то продукт помогает восстановить желудочно-кишечный тракт, и вот этот желудочно-кишечный тракт с обычной еды будет больше её усваивать. И перестаньте бояться экологии, перестаньте бояться стрессов, каких-то генетических заболеваний, возможно всё. У меня есть семейная пара глухонемых, неслышащих людей, которые поженившись, генетик сказал, что ребёнок будет 100% тоже глухонемой. Два года мама питалась продуктом, папа там время от времени что-то ел из вредности, что-то иногда ворчал, что деньги уходят непонятно куда, но тоже кушал продукт, и у них родилась девочка слышащая, здоровая, красивая, розовощёкая, уже будет полгода где-то. И я вам хочу сказать, что если мы будем следить за своим здоровьем, если мы будем заниматься профилактикой, если мы будем пользоваться вот этим питанием, которое уже для нас с вами есть, посмотрите, пакетики готовы, не нужно лететь в Таиланд за мангустином, не нужно лететь в Норвегию за бурой водорослью, не нужно подбирать, перетирать там скорлупу от яиц для кальция, нужно сделать просто так, так, чтобы у вас вот это самое лучшее для вашего здоровья было в руках. Что для этого нужно сделать? Попросите тех людей, кто вас пригласил. Они помогут вам дорегистрироваться, и вы будете непосредственно получать от самой компании, от производителя вот эти комплексы, и будем просто легко, вкусно и удобно идти к тому здоровью, которое у нас с вами есть. По поводу депрессии, Светлана, повторяю еще раз, витамины группы В есть в мини, в оме, в грини, в экзо. Также их много, довольно-таки есть в гло, в вольте. Поэтому делайте так, чтобы наши с вами органы, контактные системы, чтобы они были в порядке, чтобы ни одно наружное повреждение не дошло до клеточек, чтобы не вызывались вот эти болезни, которые забирают очень много времени, денег и сил.